1 сентября во всех школах и СУЗах Лобинского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний. И чтобы праздник оставался праздником, на первый план выходит обеспечение безопасности. Накануне глава района провел координационное совещание, на котором обсудили вопросы предотвращения террористической угрозы и недопущения экстремистских проявлений. Но следует не забывать и о дорожной безопасности, и о противопожарных мерах. Как координационное совещание проводил глава района, были определены те меры и те решения, которые необходимо выполнять всем службам и работать во взаимодействии. Мы, собственно говоря, по этим вопросам, по ряду этих вопросов также пройдемся. Я еще хочу напомнить, что завтра у нас массово появятся дети на улицах. Мы их летом практически не видели. Поэтому наша задача, задача взрослых, задача ответственных работников – обеспечить их адаптацию в этот период, потому что надо им привыкнуть к дисциплине, к поведению на улицах. Поэтому я знаю, и мы все видим, что мы готовились к этому периоду, и не только по подготовке самих школ к проведению первого звонка и к началу учебного года, и к проведению осенне-зимнего периода, к благоустройству, ремонту в школах, но и также по обеспечению некоторых элементов безопасности в части разметок. Они обновлены. Первые 10 учебных дней – период адаптации школьников. И родители, учителя должны помочь детям привыкнуть к новому режиму. В несколько дней у образовательных учреждений, в их числе дошкольные, будут дежурить полицейские и казачьи патрули. Отдел МВД готов нести службу в усиленном режиме. Дополнительные силы у нас завтра заступают также с 7 часов на школы и будут дежурить до окончания учебного дня, естественно, до окончания закона 15.09, до 2 часов ночи. Также в городе и наиболее пораженных населенных пунктах, то есть Вознесенка, Ахметовска, мы туда выставляем дополнительные еще наряды ДПС. А что касается самого праздника первого звонка, то о нем рассказала замначальника управления образования. Линейки начнутся в 8 утра или в 8.30 по решению школ. По действующему законодательству на празднике необходимо представить символику Российской Федерации Краснодарского края муниципалитета. Всеми учащимися должны исполняться гимны. 2015 год правительством Российской Федерации определен годом литературы в России. И потому в рамках календаря образовательных событий 1 сентября будет проводиться единый всекубанский классный час. Тема этого классного часа в единстве наша сила. Каковы же основные задачи этого классного часа? Во-первых, это формирование учащихся о принятии и уважении многообразия культур народов мира. Представление о равенстве и независимости народов и государств мира. Формирование системы социальных ориентиров, которая позволит школьникам осуществлять осознанный нравственный выбор. Воспитание ответственного отношения к сохранению мира на планете.